Друзья, всем привет! В этом году, конечно, я погряз со всей этой стройкой. Началось всё со строительства мастерской, кстати, в которую я ещё не заехал, потому что началось строительство дома, на которое ушли все оставшиеся силы и ресурсы. Но, тем не менее, новую мастерскую уже хочется чем-то начать обставлять, хочется поучиться чему-то новому, так как рано или поздно стройка у меня, может быть, закончится, и нужно будет заниматься чем-то ещё. Вот для этих целей и была приобретена вот такая обновочка. А пока я буду обучаться, может быть, это перерастёт в некое хобби, а, глядишь, может быть, перерастёт в какую-то работу, кто знает. Поэтому хочу похвалиться вот таким новым приобретением, вкратце описать, что и как работает, и вкратце описать некоторые характеристики. Так что присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Речь пойдёт вот о таком токарном станке от компании Waysen, модель WM210F400. Поставляется он в такой мощной коробке и добротно запаковано. Внутри был сам станок и всякое разное к нему. Так как новая мастерская ещё не готова, пока буду тренироваться работать на нём в старой мастерской. Поставил пока на верстак, а потом сделаю под него жёсткое основание. Станок вот такой небольшой, он любительского уровня, но он уже не является какой-то игрушкой. И на нём вполне можно обрабатывать детали с достаточно высокой точностью. И самое удобное для новичка это то, что на нём уже можно работать прямо достав из коробки. Какие-то нюансы по настройке возможно возникнут уже после продолжительной работы. А пока вот, достали, включили в розетку и работаем. Это прикольно. Давайте вкратце пробегусь по характеристикам. Судя из названия WM210F400 следует, 210 это максимальный диаметр детали, которая может обрабатываться на данном станке. То есть расстояние от центра шпинделя до станина составляет 105 мм. А 400 это максимальное расстояние от патрона до задней бабки. Но детали до 38 мм можно обрабатывать и гораздо длиннее, так как проходное отверстие в шпинделе тут 38 мм. Что, кстати, довольно неплохо. Те же любительские учебные станки TV4 и TV6 имеют 15 или 16 мм, насколько я видел в интернете. Шпиндель с толщиной стенки 6 мм. Это положительно сказывается на точности и жёсткости конструкции. Также сразу установлен вот такой качественный патрон SunOu. В комплекте он трёхкулачковый. Но на планшайбе, к которой он крепится, имеются отверстия под четырёхкулачковый патрон. При желании можно поставить. Максимальный диаметр заготовки, который можно зажать в этот патрон, составляет 110 мм. Раз я начал про точность и жёсткость, а именно это, говорят, важно в токарных станках, тут имеется поверхностная закалка станины токами высокой частоты. О чём свидетельствует табличка. Иметь жёсткую и точную станину действительно важно. Ведь это основа, по которой перемещается вот эта штука, в которой зажимаются резцы. Этой штукой называется суппорт. Также по станине перемещается задняя бабка. Ширина станины составляет 100 мм. Давайте остановимся на этих деталях. Суппорт способен передвигаться вдоль по станине с помощью вращения вот этого колеса. Вращая колесо повыше, мы перемещаем его поперёк станины. А вот этим рычагом мы замыкаем так называемую маточную гайку. То есть, по сути, это разрезанная пополам гайка, которая зацепляется вот с этим винтом, который называют ходовым винтом. И суппорт автоматически начинает двигаться в одну или другую сторону, в зависимости от направления вращения шпинделя. Далее вот это колесо для более точной подачи вдоль станины. Я вам рассказываю информацию, которую изучил буквально за неделю. Хотя при первом взгляде я был в лёгком шоке от всех этих названий и крутилок. Как работать не понимал от слова совсем. Видел, как работают на токарном только в интернете. Но сейчас уже не так страшно, а как пройдёт время, ещё больше привыкну ко всем этим формулировкам и так далее. Главное, чтобы не пропал интерес. Далее, имеется задняя бабка. Передвигается по станине и фиксируется вот этим рычагом. Для более точной подачи имеется вот такое колесо для выдвижения пиноли. С помощью неё мы можем прижимать длинную деталь к патрону. Или, например, установить сверлильный патрон. Можем выполнить сверление. Кстати, в комплекте имеются три вот такие насадки для пиноли. Это как раз конусная оправка для установки патрона. Также вот такой неподвижный центр. И вот такой вращающийся центр. Я так понимаю, он нужен, если работать долго на больших оборотах. В комплекте шёл и патрон. Также в комплекте была инструкция и пару коробок. Вот такой маленький инструментальный ящик, в котором всякие полезности. Маслёнка, оправки, ключ для патрона, шестерёнки, о них чуть позже. Сменные кулачки для патрона, запасные болты и ключи. Во второй коробке тоже полезные штуки, без которых поработать не получится. Это резцы. Тут резцы съёмные, а державки различных форм и направлений. Запутаться сложно. Определённые резцы подходят для определённых державок. Это тонкости, в них я пока не вникаю. Но главное, есть чем работать уже со старта. Давайте расскажу про управление. После нажатия на зелёную кнопку загорается дисплей, на котором будет указываться количество оборотов на шпинделе. Цифры яркие, видны под любым углом. Также имеется переключатель направления вращения. После того, как включили станок и выбрали направление вращения, можно потихоньку крутить вот это колесо для начала вращения. Обратите внимание, над патроном есть защитная крышка. И если она поднята, то станок не включится. Обороты можно выбрать в диапазоне от 100 до 2500. Но если перекинуть ремешок на шкивах, то диапазон будет от 50 до 1250. Вообще, если снять вот эту кружку, то можно увидеть кучу всякого разного. Особенно хочу обратить внимание вот на эти шестерёнки. Похожи были в комплекте, как вы помните. Нужны они для изменения передаточного числа на ходовом винте. На токарном станке же можно нарезать разные резьбы. Резьбы бывают с разным шагом. Метрические или дюймовые. Разобраться несложно по этой таблице. На ней указаны шаги резьб в метрической или дюймовых величинах. А также буквами A, B, C, D, E, F указано, какие шестерни должны быть установлены внутри и снаружи. Цифрами на шестернях указано количество зубьев. Тут только выглядит всё страшно, но я разобрался за один вечер. Наборы всех шестерен называют гитарой. Конечно, неудобно их постоянно переставлять, но я пока не вижу необходимость нарезать разные резьбы. А уж пару раз переставить можно. Если будет необходимость, то можно поставить электронную гитару, и тогда переставлять шестерни не придётся. Шаг резьбы можно будет устанавливать пультом управления. Но сейчас я ученик, и для меня это точно лишняя функция. Давайте попробуем обработать детальку. Возьму вот такую ужасного вида трубку и попробую обточить. Не уверен, что такое разумно делать, но я же учусь, поэтому пока мне можно. Друзья, вот вы видите, на мой взгляд, для первого раза получилось неплохо. Буду и дальше учиться, допускать ошибки, ломать резцы. Ну а как без этого можно вообще научиться? Друзья, ну если среди вас есть опытные токари, то в комментариях, пожалуйста, укажите, какие ресурсы и материалы можно поизучать в первую очередь, и где и как их найти. Думаю, не только мне это будет полезно, но и другим новичкам тоже. Также ставьте лайки, если обзор показался вам полезным и интересным. Не забывайте подписываться на канал, подписывайтесь на канал в Telegram, там тоже много всего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!